В послании к Ефесинам святой апостол Павел говорит «Благодатью вы спасены». Как спасены? Спросим. Разве до страшного суда можно сказать о себе или о других так решительно? Спасены. Святой апостол Павел не побоялся так утверждать, потому что личным опытом знал, как спасает Бог своей благодатью. Он может превратить душу человека, превратить ее так, что можно только удивляться, благоговеть и благодарить. Все мы знаем, что с апостолом Павлом произошло неожиданное чудесное перерождение, подчеркивающее, кстати, его же слова. «Не от дел». Дела его были всем известны, и за них ничего, кроме наказания, нельзя было ничего ждать. Но Господь, знавший его искренность и усердие, хотя и неверно направленные, своей благодатью все исправил. «И ни одному саплу Господь посылал благодатью». Каждый верующий человек согласится с тем, что Бог незримо, иногда решительно и даже болезненно звал ко спасению. Зовет и сейчас. «Не всех так чудесно, как саплу, но каждого своим маленьким чудом, которое меняло в жизни многое, если не все». Почему же апостол Павел так утверждает однозначно «спасены»? Он говорит, что Бог спасает своей благодатью. Он дает возможность спастись силою и действием животворной своей благодати. Почему святой Павел так настаивает на этом? Потому что мы охотнее бы свое спасение приписали своим делам, которые нам открывают, или, точнее сказать, должны открыть вход в царскую благодать. Мы очень любим считать свои дела, естественно, добрые, стоящими и ценными в очах Божьих, не замечая даже, что самомнением, самолюбием, да еще того хуже, самодовольствием, превозношением и осуждением других, обесцениваем их. Потому святой апостол Павел говорит, «Благодатью вы спасены через веру, если не от вас, Божий дар». Очень трудно человеку, ведущему, казалось бы, внешне безукоризненную жизнь, принять это слово апостола, как бы унижающее личное усердие, сводящее его к нулю. Но апостол говорит это не для того, чтобы одни перестали стараться, а другие или оправдывали свое безразличие и лень, а стараясь погасить огонь превозношения. Он может леть незаметно, но в какой-то момент легко может вырваться наружу и сжечь много доброго. Потому и подчеркивается в послании, не от дел, чтобы никто не хвалился. Выходит, и делать ничего не надо? Нет, не выходит. Апостол старается наше внимание направить на то, что важнее многих внешних успехов. «Мы – его творение. И добрые дела просто обязаны делать». Здесь акцент на Бога, источника благодати и силы, которая действует независимо от наших дел. Она-то, благодать Божия, свидетельствует о спасении. «Делами же своими нам нельзя себя лишать ее, особенно же всем тем, что растет из нашей гордыни. Кто сможет себе ее одолеть, тот признает вполне искренность, что без Бога не до порога. И это сознание удержит от хвастовства и уныния, если делам будут мешать обстоятельства. «Делами мы только выражаем свое согласие с тем, куда бы он наставит. Спасает же сам, всегда и только он». Чтобы завжди быть в курсе подій церковного життя, подписывайтесь на канал Украинской Православной Церкви в YouTube и натискайте на дзвіночок, чтобы первыми дизнаваться про выход новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok